Приветствую вас! Вы знаете, вот то ваше состояние, да, то ваше предположение о том, что у вас, что с вами происходит, не может быть сделано вами, потому что вы подозреваете у тебя достаточно серьезную проблему. Да, то есть проблема, которая исключительно диагностируется только, диагностируется врачу при личном приеме. Вот. И ни в коем случае не самостоятельно, да, ни в коем случае не через, там, других людей, да, которые могут сказать, у тебя это, у тебя это, у тебя это, у тебя это, у тебя это. Это первое. То есть если есть подозревение, обращайтесь к врачу, он вам, соответственно, диагностировать или не диагностировать то или иное заболевание, то или иное состояние. И уже в результате этого вы сможете начать, значит, корректировать свои действия, вы уже сможете в результате этого начинать что-то делать с этим. Вот. Дальше. Значит, ну, написали вы довольно сбивчиво, да, то есть у вас страх высоты, и теперь у вас на любые мысли возникает страх, да, то есть вот, именно, ну, именно, по любым мыслям, мыслям, у вас уникает страх, так что-то не доходит до дела. Вы знаете, я бы очень хотел, очень бы хотел, чтобы вы посмотрели на эту ситуацию немножко, ну, обобщенно, скажем так, немножко обобщенно. То есть что это значит, да, обобщенно? Обобщенно это означает, это означает, что, что, когда человек поднимается, значит, ну, выше, да, когда он становится выше, человек, он чувствует себя, как правило, ну, свободным, да, не будете, наверное, вы с этим спорить. Вот. Я так думаю. Вот. Не будете вас поднимать всем, что человек будет, человек чувствует себя как-то вот выше, когда, понимаете, на высоту какую-то. Соответственно, соответственно, здесь получается, что вы боитесь чувствовать свободу, вы боитесь быть свободным. Понятно, что, я могу ошибаться. Понятно, что, может быть, это не так. Но наиболее вероятным, наиболее вероятной причиной, почему вы боитесь высоты, это страх свободы. Как вы понимаете, страх свободы здесь, это, по сути, запрещенная потребность. То есть, я свободу-то хочу, как и любой человек. Вот. Любой человек хочет свободу. Любой. Каждый. Каждый человек хочет свободу. Это нормально. Кто-то себе позволяет ее свободу, кто-то нет. И те, кто не позволяет свободу, как вы, боятся высоты. В этом моменте они видят опасность. Значит, нужно обратить внимание на то, где вы себя зажимаете, где вы действуете, ну, например, допустим, не для себя, да, где вы действуете не по своим каким-то предпочтениям, да, где вы действуете в обход своим желаниям, в обход своих желаний, вот, где вы действуете не так, как вы считаете нужным, вот, ну и так далее. И так далее. Вот. То есть, здесь вот такой момент, такая история. Посмотрите. Посмотрите, где вы себя зажимаете. Дальше. Страх ваших мыслей. Страх действия, которые у вас имеют место быть. По моему мнению, да, он оттуда же. По моему мнению, страх действий оттуда же. Понимаете? Вот. То есть, из того же ограничения. Понимаете? Вот, собственно, какая история здесь имеет. То есть, если вы запрещали себе делать то, что вы хотите, если вы не позволяли себе делать то, что вам нравится, если вы ограничивали себя, то вот, собственно, для вас и будет такая вот история, такая вот ситуация. Для вас она будет именно так. И всё, что вы сейчас делаете, по большому счёту, вы просто защищаете себя от того, чтобы почувствовать себя свободным. То есть, вы делаете всё, чтобы себя ограничить. Подумайте, какие, какие у этого аспекта, да, подумайте, какие у этого аспекта, есть выгода, выгода, выгода для вас. Вот. Ну, наверняка, наверняка какая-то выгода есть. Именно выгода для вас какая-то есть. Именно вы что-то получаете. То есть, не обязательно это что-то однозначно хорошее. Но что-то вы для себя получаете в результате данного аспекта, в результате данной ситуации. Вот. Я уверен, что если вы для себя проанализируете эту историю, да, если вы для себя данный аспект выделите, то вам будет, по крайней мере, понятно, что происходит. А, значит, по поводу навязчивости, да, по поводу навязчивости. Значит, поскольку ситуация, вот, такова, да, поскольку ситуация такова, что навязчивость у вас тоже имеет место быть, да, то есть, ну, тоже может быть навязчивость у вас. То, я думаю, что за навязчивостью опять же стоит мне свободе. То есть, если я себе не позволяю что-то, то я об этом думаю. Снова и снова, снова и снова я об этом думаю. Снова и снова меня это беспокоит. Снова и снова я этого хочу. Знаете, снова и снова я пытаюсь этого достичь. Вот. Только разница вся в том, что я этого достигаю не прямым путем. Понимаете? Вот. Какая ситуация. Какая история. Вот. Так бы вы достигали бы это напрямую и были бы удовлетворены. А так вы это делаете не напрямую и в итоге не удовлетворены. Значит, поэтому бороться, именно бороться с тем, что с вами происходит, не нужно. Нужно раскрывать и освобождать. Так. Значит, если вот вы пишите, если раньше, как я думал, у меня была одна фобия, это распространенная боязнь высоты. Правильно? Очень многие люди не могут позволить себе быть свободными. Поэтому столь-столь распространена фобия высоты. Теперь дело в том, что я очень изменилась. Это долгая история. Оно привело это к намыслу. Для меня мысли настолько страшны. Наверное, страшны. Вы хотели написать такую вещь и страшат. Не очень понятно. Но, опять же, если вы очень изменились, это долгая история, то, очевидно, вам в этом нужна помощь. Очевидно, это не самые приятные изменения в вашей жизни были. Вот. То есть, тут, опять же, ну, ваше отношение к себе. Да? То есть, вот. Вы, ну, почему, как бы не обратились за помощью раньше, например, когда у вас еще фобия была? Это же серьезно, это же вам мешало, наверное. Вот. Ну, я имею в виду, мешало вам жить. Вот. Вот. А тут вот вы, как-то, ну, безответственно подошли к вопросу. Так. Значит так. Мысли, для меня мысли настолько страшны, что до дела я и не дохожу вовсе. Ну, то есть, по сути, опять же, все это сводится по итогу именно к тому, чтобы вы, значит, ну, не делали, чтобы вы не делали ничего такого, да? Вот. Что, значит, позволено было быть свободным. Вот. То есть, все к этому идет. Чтобы на это пришлось. Вот. То есть, вы же до дела не доходите. Потому что, не просто так, да, что вы не доходите до дела. То есть, в этом же есть какой-то смысл. Либо дело не важно, и тогда приоритеты нужно расставлять немножко по-другому. Либо, если сделаем все в порядке, то тогда, соответственно, вникает, как бы, вот, вопрос относительно того, насколько вы, опять же, свободны, да? То есть, почему вам страшны так, ну, так страшны ваши мысли? Вот. Ну, вы боитесь что-то делать, вы боитесь перемен, может быть, или что? То есть, чем мысли страшны? Да. Боязнь что-то сделать, что-то сказать, сделать просто не так, поймут, а судят, обсмеют, и все в этом же, и все в этом роде. Ну, с одной стороны, это вот то, о чем я говорил, а с другой стороны, это страх, ну, страх чужого мнения. То есть, социальная ориентированность. Вот. Считается, что социальная ориентированность, излишняя социальная ориентированность, имеет место быть тогда, когда человек с одной стороны, да? С одной стороны. Значит, эээ, не уверен в себе. Вот. С другой стороны, когда у человека нет, значит, ну, собственных ориентиров, вот, понимаете, вот такая вот история. И с третьей стороны, с третьей стороны, это ситуация возникает, когда у человека недостаток знаний, то есть у вас слишком много воплется, слишком много непонятного, вы таким образом ориентируетесь на других людей, ну, а на кого ещё, если в своё время, да, вы ответов не получили? Ну, здесь нужно работать, опять же, именно со всеми тремя сторонами, чтобы вы перестали зависеть от мнения окружающих, чтобы вы прислушивались к нему, да, но чтобы оно вами не правило, не было главным. Далее вы пишете о страхе несчастья. То есть вот вы боитесь, что с вами случится несчастье какое-то, да? Вот, боитесь, что случится что-то с вами, с детьми. С одной стороны, это опять же свобода, недостаток свободы. Все такое вот проявление неврозы, невротическое такое проявление, вот. С другой стороны, это недостаток отреагирования, что здесь у вас, как бы, такое проявление агрессии. Ну, проявление агрессии, в смысле, именно отреагирование, физическое отреагирование, телесное отреагирование, чего у вас идет явно недостаток, да, то есть из-за того, что вы много думаете, но достаточно мало делаете, вот, а в целом есть страх, вот, соответственно, того, что с вами что-то случится, вот, то есть это, по сути, это вот такое, знаете, инверсированное силами, то есть то, чего я боюсь, хочу, но это под запретом, смотрите, вот, исключение, наверное, составляет только те виды страхов, которые связаны, знаете, ну, непосредственно с угрозой какой-нибудь, да, жизни, например, то есть где инстинкт самосохранения, он вот проявляет себя, вот, вот в этом случае, да, в этом случае можно говорить о том, что, ну, что страх он обусловлен, и то, и то, не всегда, да, потому что человек часто, ну, как бы, как бы преувеличивает угрозу, и делать это тоже не случайно, да, вот вы, например, угрозу преувеличиваете, да, свою, допустим, ну, вот, а делаете это потому что вам хочется освободиться, допустим, ну, выходить и освободиться, вам тяжело, на вас дети, на вас домашние питомцы, вот, значит, кормовые животные, вроде бы, я так понял, у вас есть, а, вот, и так далее, то есть это все вам тяжело, поэтому ваши страхи, это не случайно, не случайно, страхи, это то, чего мы хотим, страхи, страхи, это то, что нам нужно. Дальше, э, так, значит, мне страшно ездить в транспорте, появилась бояльная собака, скотина, я даже боюсь с ним подходить, я только ухаживаю. Ну, здесь, соответственно, опять же, все то же самое, на мой взгляд. Страх находит сильный, да, прятка, с базовой мышц, как с этим бороться? Бороться с этим не надо никак, надо раскрывать, раскрывать, просто раскрывать. Вначале может вам потребуется медикаментозное лечение, потому что, ну, вот, по описанию, да, симптомы достаточно сильные, может быть одно, только психотерапевтической помощи вам будет недостаточно, вот, именно, вот, в текущих состояниях, да, то есть образиться вы, когда, когда у вас была только фобия, да, только страх высоты, вот, образиться вы в этот, в этот момент, вы, ну, в это время, возможно, было бы лучше, возможно, было бы, ну, процесс эффективнее, вот, а так, я полагаю, что уже старца, просто, ну, слишком, слишком далеко зашла, вот, и сейчас, возможно, вам уже нужно именно медикаментозное лечение, вот. Хотя я могу ошибаться, что в любом случае вы можете попробовать проконсультироваться, вот, посмотрим, что там, посмотрим, что можно сделать, как, как, чего, вот, но, застегивать вам нельзя, застегивать вам нельзя, то есть, вы и так уже, а, стянули, вот, а, значит, значит, а, ну, почему вы так тянули, вот, вы дотянули, да, уже до того, что, что у вас, как раз осталось обострил, вот, понимаете, вот, на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду радомочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.